Всем привет! Сегодня я сделаю вот такой вот барбешный макияж новой палеткой Шаангса The Remix совместно с BH Cosmetics. У Шаангса, это американский блогер очень известная, у нее уже была палетка совместно с BH Cosmetics, называлась она также в честь нее Шаангса, и та палетка состояла из вот этой части новой палетки. Обновила она свою палетку в этом году и сделала The Remix. Он отличается от новой палетки тем, что с обратной стороны палетки есть еще одна палетка с вот такими вот цветами. У меня уже есть видео со сводчами этой двойной палетки, если не видели, ссылочку оставлю в описании, посмотрите. И сегодня я впервые сделаю ей макияж, попробую ее на веках, поделюсь первыми впечатлениями и какое-то уже мнение свое сложение. Но это еще не обзор, обзор будет позже, когда я полностью все о ней пойму и смогу рассказать вам. Приступим к макияжу. Наношу базу под тени Urban Decay Anti-Agent. И первым будет растушевочный оттенок из вот этой части палетки, той, которая не Remix. Далее из другой части палетки. Пигментированные очень тени, меньше намного пылят, чем Анастасия и даже чем Худа. И поэтому можно так уверенно тыкать в оттенок, несмотря на цену и вот это вот, то, что не сильно пылит. Хотя, если постараться, будет, конечно, пылить. Все равно очень пигментированно. Прям, я бы сказала, даже практически как Анастасия. Ну, меньше, конечно, чем Анастасия, но уж как Худа-то точно. Я прям еле дотрагиваюсь наношу. Подтушевываю. Один раз можно дотронуться и уже наносить. Лучше так и делать, и лучше потом наслаивать. Интересненький такой оттеночек. Далее мне хочется нанести вот этот вот сиреневый оттенок Лава. Ой, какой красивый. Я, конечно, делала свочи, но навеки по-другому выглядит все это еще красивее. Очень пигментированный. Прям очень-преочень. Наношу его и на внешний уголок, и на внутренний. Все наносится очень легко, тушуется прекрасно. Я в шоке от стоимости палетки и от качества в очередной раз. Можно наслоить и сделать местами прям потемнее, что я сейчас и делаю вот в складочку. Это все тот же самый оттенок. И наслаивается шикарно, ничего вообще никуда не осыпается. Прям супер! И теперь я хочу вот этим термоядерным розовым оттенком Baby Girl сделать такой блик на центре века. На свой страх и риск делаю, потому что когда я делала свочи, я потом никак не могла его смыть с руки. Я намыливала, намыливала, смывала, смывала, терла, терла. Он въелся просто моментально. То же самое сейчас будет и с веком. Очередные розовые тени с очередной такой же точно проблемой. Это я уже говорила, есть и у Zulu в палетке Juvia's Place, и у Masquerade, по-моему, и вообще много где. Именно с очень яркими розовыми, либо с теми цветами, где присутствуют розовые и фиолетовые, например. И я вооружаюсь маленькой кистью и консилером Select Cover Up MAC NW20 и наношу на века консилер. И пальчиком тоже подраспределяю, нужно чтобы консилер так очень-очень тонко лег. Теперь беру другую кисть и набираю розовый. Тоже сильно многого не надо, потому что он термоядерный, если сильно тыкать, может пылить. Вау! Ну почему же ты такая красивая сволочь, так плохо смываешься? Прям нормальное такое термоядерное розовое пятно. И это самое пятно я растушую оттенком Stalker с обеих сторон. И чуть-чуть наверху. Ну и, конечно, теперь мне нужно еще больше затемнить внешний уголок. И сделаю я это вот этим вот очень интересным оттеночком. Он в палетке кажется либо черным, либо каким-то коричневым, очень-очень коричневым. На самом деле он какой-то бордово-коричневый, бургунди прям такой. И я не готовилась к этому макияжу. Я впервые взяла эту палетку, чтобы сделать макияж и делаю его. И поняла, что можно было, в принципе, фиолетовый на всю поверхность и не наносить. Потому что здесь должен быть какой-то плавный переход между этими вот двумя вот этими вот оттенками. Что я сейчас и сделаю. Один будет переходить в другой. Подрастушую все это. Кстати, очень удобно краситься вот в это вот зеркало, которое внутри, причем с обоих сторон палетки. И теперь, конечно же, делаю стрелочку. Карандашом Мастер Драма Мэйбелин и кистью. Набираю его на кисть сначала и уже затем рисую кистью стрелочку. И обязательно прокрашиваю меджресничное пространство. И что я делаю с нижним веком? Вот этот вот оттеночек наношу на него. Тут на самом деле нет, к сожалению, какого-то адекватного растушевочного, бежевого или коричневого, светленького. Именно я вообще бы хотела сюда нанести что-то светленькое, такое совсем нейтральное. Но приходится наносить розоватый. И это, конечно, минус. Здесь вообще матовый, темный. И вот этот вот он какой-то песочный. И в нем много желтого. Он не нейтральный. И вот тоже он очень темный. Остальное здесь вот это вот, это перламутровое. С обратной стороны палетки тоже. Перламутровое вниз наносить не хочется, хочется матовое. Здесь вот этот растушевочный. И этот какой-то очень желтый. Из матовых здесь еще темно-коричневый. И вот этот черно-серый. Все. Вот первый минус. В общем-то я нанесла только на внешний край нижнего века. Этот оттенок очень хорошо его растушевала. И теперь буду красить реснички. Точнее, сначала наношу праймер. Мне тут сестра подарила праймер для туши. Из Теллаудер. Решила я вот испытать. Он тоже черного цвета. По идее, как-то лучше на него должна вложиться тушь. И меньше... Ну, в общем, меньше расход туши. То есть экономия. Посмотрим. Писточка такая у праймера. Я дорогими тушами пользуюсь очень редко. Потому что и среди недорогих есть много хороших. Смысла просто я не вижу для себя. Потому что у меня тушь заканчивается достаточно быстро иногда. Иногда не очень. И как-то за 2000 покупать тушь меня душит жаба. Раньше я только исключительно дорогими тушами пользовалась. Пока не нашла сначала Кабаре, потом Кабаре Премьер Вивьен Сабо, который стоит 3 копья. Который мне полностью во всем устраивает. Зачем платить больше? Ну, тем более, я считаю, что когда у тебя не очень много косметики. Вот тебе нужна тушь, я не знаю, там, подводка, пара теней. И все. И это один вопрос. Тогда да. То есть ты особо косметику не покупаешь. Там палетки никакие дорогие не покупаешь постоянно. Поэтому нравится тебе вот вложить деньги в тушь, пожалуйста. Ну, когда вот как я, например, у меня тонна этих палеток. Я на них трачу очень много. И зачем мне тратить еще на дорогущую тушь? Когда есть дешевая, такая же стойкая, такая же классная. И делает эффект ресниц такой, который мне нравится. Ну, то есть отдельно с этим праймером ходить не пойдет. Он немного, мне кажется, удлинил реснички. Ну, по крайней мере, их так расправил. И он хоть и черного цвета, он совсем не как тушь. Он такой полупрозрачный. Поэтому его особенно на ресницах не видно. И сейчас я буду наносить обычную тушь. Все, никак я не куплю свою кабаре. Все, крашу я этой эссенс. И мне нравится, но не нравится, что на нижнем веке почему-то все время отпечатывается. Поэтому там я стараюсь этой туши не красить. Реально тушь наносится иначе. Вообще, обычно я 2-3 слоя ее наношу. Здесь один нанесла, и уже нормально. И больше-то и не надо. Хотя, если нет праймера, я без него легко живу. 2-3 слоя туши, и все хорошо. И на нижние реснички я наношу тушь Lancome Hypnose. Я не очень люблю эту тушь. Я одно время вообще обожала вот эти вот туши Lancome, потому что они очень-очень-очень стойкие. И ресницы такие прям вжух от них. Но настолько стойкие, что при смывании любым средством для снятия суперстойкого макияжа очень часто тушь вместе с ресницами снимается. И мне это абсолютно не нравится. Надо тереть глаза. Не люблю я это дело. Плюс, когда проходит время, она начинает сыпаться. Какое-то время вы красите, у вас все хорошо. Какое-то время, да, она остается стойкой. Но когда она уже какое-то время открыта, красишь, проходит там несколько часов, и смотришь, она у тебя осыпалась. И у нее появляется такой специфический невкусный запах. И наношу я тушь только на внешние уголки, потому что вот хочу такого эффекта на внешние уголки, потому что там у меня немного розового растушеванного, чтобы глаза не выглядели воспаленными совсем прям. И далее немного румян, бронзер. И хайлайт из палетки Carly Bible Deluxe Edition. И на губы нанесу кремовую помадку Lepistix Colourpop в оттенке Rooftop. И вот такой вот барбешный макияж, обновленный палеткой Шанг Сой Бич Косметикс Ремикс у меня получился. У меня пока не сложилось мнение об этой палетке, естественно, потому что я впервые делала ей макияж, но я выбрала самые интересные для меня оттенки этой палетки двойной. Но здесь я ничего интересного не вижу вообще. Даже вот этот доохромный оттенок на сводчах вы могли его видеть. Он не такой уж и интересный. По-моему, вот эта вот часть палетки намного интереснее. И да, здесь есть еще один очень интересный оттенок. Вот этот вот персиковый. И, как я уже сказала, нет здесь каких-то таких вот нейтральных, коричневатых, растушевочных, не светлых и не слишком темных, а таких вот средненьких. И для меня это минус. То есть в плане, если брать одну эту палетку и только ею краситься, и сделать ей, например, нюдовый-нюдовый макияж, для определенного типа внешности, когда кожа такая очень золотая и очень много желтого оттенка, конечно, здесь такие оттенки есть, но не для моей внешности, не для большинства славянских девушек. Зато здесь много таких перламутровых, ну, интересных, если у вас нет подобных оттенков в других палетках. Ладно, больше ничего не буду пока говорить. Расскажу все в обзоре. Не знаю, сколько я еще макияжей с нею сделаю, потому что сами видели, какая палетка. Ничего особо интересного. Но обзор будет по-любому. И если вы хотите, я сделаю еще какие-то нюдовые или попытаюсь сделать нюдовый макияж с этой палеткой, либо смоки. Для смоки здесь прям все очень хорошо. По качеству все вот такое вот. Очень классно пигментировано, не уступает дорогущим палеткам, пылит не сильно, меньше намного, чем Анастасия. И вообще качество, конечно, огонь, тем более за такую цену. И вопрос, а надо ли мне теперь снимать обзор, когда я все о ней уже рассказала. И мне очень интересно будет узнать, а что же вы думаете об этой палетке. Даже если ее у вас нет, я думаю, что можно сделать выводы уже по этому видео и по видео со сводчами. А уж если она у вас есть, то тем более у вас уже сложилось о ней свое мнение. И очень интересно послушать его будет, почитать. Надеюсь, и мое видео было для вас интересным и полезным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы ничего интересного не пропустить. И включайте оповещение. Желаю вам отличного настроения, качественной косметики, красивых макияжек. Пока-пока! Продолжение следует...